С возвращением на YouTube плана B. Сегодня мы с вами обсудим исторический максимум биткоина. Халвинг, циклы и новые восхитительные предсказания. Пожалуйста, подпишитесь на этот канал, потому что мне это очень помогает привлекать к контенту больше зрителей. Поэтому первый график это Stock to Flow. В этом месяце биткоин закрылся на 71 тысячи долларов, что на 10к больше, чем в прошлом месяце. И новый исторический максимум, что является довольно интересным, потому что это произошло до Халвинга. У нас есть исторический максимум перед Халвингом, что произошло впервые. А также, помимо прочего, у нас образовалась тройная вершина. Первая в 2021, в самом начале года. Вторая вершина, более высокий исторический максимум в октябре 2021, а сейчас, прямо перед Халвингом, новый топ. То есть тройная вершина, что произошло впервые за историю биткоина. Что еще мы с вами видим? Так это то, что... Стоимость биткоина, грубо... Находится рядом с линией модели Stock to Flow. Вот эта серая линия. Что происходит всегда... Мы это видели с вами в 2021, у Халвинга. Это и произошло вот здесь, когда синенькое переключилось в красное. Также у Халвинга. Эта серая линия модели запрыгнула на 8-10x. А это Халвинг 2016. И вот здесь, в 2012. То есть всегда биткоин находится рядом с линией модели, прямо перед Халвингом. И также в этот раз. Как часы. Мы ждем еще одну синюю точку. Этот цвет характеризует еще один месяц перед Халвингом. То есть еще одна синяя точка до нулевого месяца апреля перед Халвингом. А месяц Май станет первой красной точкой. И вот отсюда красные точки пойдут дальше. А мы будем отчитывать 48 месяцев, или точнее 46 месяцев, до следующего Халвинга в 2028. То есть переключение с синих точек в красные произойдет в мае. И да, большой вопрос заключается в том, что будет после. Что ж, я думаю, это неизбежно, что мы достигнем 100к в этом году, в 2024. И вероятно, что даже намного выше, что лишь вот эти 100к. 100к, мы близко уже к этому уровню. И что ж, если биткоин и биткоин поведут себя хотя бы хоть в какой-то степени похожи на то, что мы видели ранее, то образуется резкое увеличение цены. Вот отсюда. 100к в этом году. Но заметьте, что эта модель, модель Stock to Flow, подскакивает в апреле до примерно 500 тысяч долларов, что является средним и резким скачком уровня цены данного периода Халвинга. Но это не значит, что цена подскочит за один день в апреле или мае до 500к. Обычно это занимает несколько месяцев. Здесь вы видите, что красные точки движутся в течение нескольких месяцев, почти год, чтобы достичь линии этой модели, что, я думаю, произойдет и в этот раз. Так что следующая вершина не произойдет в этом году, в 2024-м, а в следующем, в 2025-м. И эта вершина станет... Что ж, некоторые говорят о том, что следующая вершина достигнет 200 тысяч долларов. Но вы видите из этого графика, что все будет довольно ошеломляющим. По сути, с точки зрения модели Stock-to-Flow, нам будет нужна вершина, которая будет гораздо выше, чем средний уровень в 500к. Так что, скажем, 600-700 тысяч долларов, или, может, даже миллион, чтобы достигнуть этот средний уровень в 500 тысяч долларов. Так что вершина будет выше, чем 500к в 2025-м. Если... Что ж, я так думаю. Следующий график. И это циклы — рыночные циклы. И мы здесь видим вторую красную точку. Цвета здесь означают стадии рынка. Синий — это накопление, красный — это бычий рынок, и сейчас мы в красной зоне, и это вторая красная точка. И... Да, я думаю, с этого момента, на мой взгляд, красные точки продолжат появляться, как это было в прошлый раз, и в этот бычий рынок, и в бычьем рынке 2013 года. Они продолжат появляться, скажем, в течение... В течение целого года. Может быть, немного покороче, немного подлиннее. Ну, скажем, примерно год, 12 месяцев, красных точек. И... Они будут... Будет также волатильность. Это очень важный момент. Не будет прямой линии, без каких-либо спадов. У нас будет множество падений в 20 или в 30 процентов, что является очень нормальной ситуацией. И лучшее, что можно будет сделать, это не паниковать во время этих падений. Лично я... Это не финансовый совет. Естественно. Но лично я... Я не буду ничего делать в последующие, скажем, 12 месяцев. И я пересмотрю ситуацию, когда рыночная фаза переключится с бычьего рынка в фазу распределения в желтое. И до желтого я не буду делать ничего. Следующий график. RSI. И давайте-ка посмотрим на некоторые технические индикаторы. RSI является техническим индикатором. Он показывает, когда запас или валюта, в нашем случае биткоин, перекуплен. И индикатор относительной силы находится на высоком уровне. Или же, когда во время медвежьего рынка он является перепроданным, RSI является относительно на низком уровне. И сейчас мы находимся на уровне 77, что является наивысшим уровнем перед Халвингом за всю историю. И это очень интересный момент, потому что в настоящий момент мы видели моменты, когда синие точки становились красными. Это происходило вот здесь и вот здесь и вот здесь в 2020. RSI прямо перед Халвингом становился меньше с 70 до 65 до 55, что идет в соответствии с принципом уменьшающихся прибыли. И факт того, что сейчас мы находимся на 77, что является самым высоким уровнем за всю историю, может значить, что это первый сигнал о том, что уменьшающиеся прибыли не произойдут. а мы сохраним экспоненциальный путь роста прибыли, что, конечно же, я думаю, будет соответствовать модели Stock to Flow. Так что очень интересно, что нам покажет этот месяц, месяц Халвинга, апрель, а также, что следующий месяц, первый месяц после Халвинга, также нам преподнесет, то есть переключение с синих на красные точки, а также, что нам покажет индикатор RSI. И если он сохранит уровень больше, чем предыдущие три Халвинга, это будет очень интересно. И, как я говорил, это может быть сигналом того, что сокращение прибыли не произойдет. В этот раз. Еще один технический индикатор, конечно же, 200-недельный скользящий средний. Это черная линия. Черная линия 200-недельных скользящих средних в настоящий момент находится на 33 тысячах и растет. И эти 33 тысячи могут быть как фундамент. Конечно, медвежий рынок может разломать этот фундамент, но бычий рынок в районе Халвингов воспринимает эти 200-недельные скользящие средние как самый настоящий бетон. И цена биткоина будет удаляться от этого 200-недельного скользящего среднего. То есть, во время текущего бычьего рынка это может быть менее интересно прямо сейчас, но, по крайней мере, вы можете сказать... В общем, когда я слышу, люди говорят о том, что биткоин обвалится до 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч, это не произойдет. Я лишь покачиваю головой и говорю «Ах, не». Так что, лучше посмотрите на ончейн, индикаторы во время бычьего рынка, на мой взгляд. И один из наиболее популярных это реализованная цена. Цена реализации, черная линия. Она в настоящий момент на уровне 29 тысяч, и она растет, и растет быстро. что всегда происходит во время бычьих рынков, а во время медвежьих рынков она выравнивается, она уходит в горизонт, но цена реализации сейчас очень сильно поднимается выше и выше во время бычьего рынка. Это то, что мы сейчас наблюдаем, по крайней мере начало этого, что является очень сильным подтверждением бычьего рынка. И я думаю, что лучше смотреть на двухлетнюю цену реализации. Почему? Да потому, что она не включает один миллион монет Сатоши, первый миллион, который в цене реализации соответствующий, что ж, нулю, что буквально тащит цену реализации вниз. Поэтому двухлетняя цена реализации, на мой взгляд, является лучшим индикатором. и она находится на 44 тысячах. Да, 44 тысячах. И я думаю, что это является консервативным уровнем, полом для бычьего рынка. Посмотрите, вот эта темно-синяя линия для бычьего рынка, а цена биткоина показана красным, никогда не опускается ниже двухлетней цены реализации. Аналогично здесь, красные точки всегда находятся выше двухлетней цены реализации. Так что 44 тысячи являются действительно, на мой взгляд, консервативным фундаментом. И если готовы немножко рискнуть, и посмотрим на пяти-месячную цену реализации, что является представлением краткосрочных держателей, их цены, она сейчас находится на 60 тысячах. И 60 тысяч являются агрессивным фундаментом, потому что если мы посмотрим на предыдущий бычий рынок, то увидим, что красные точки цена биткоина не опускалась ниже даже этой пяти-месячной цены реализации. Посмотрите, здесь есть небольшие падения, но вот этот уровень пяти-месячной цены реализации, который сейчас находится на уровне 60 тысяч, то есть это мое личное агрессивное видение уровня, ниже которого, я думаю, мы больше не опустимся. Следующий индикатор. Реализованная прибыль. Реализованная прибыль это то, что зарабатывают продавцы, когда продают. И продавцы в марте месяце заработали больше, чем 60%, а это означает красное, больше 60%, как и продавцы февраля, что также является подтверждением бычьего рынка. Так что продажа в 60% или даже более, это, да, является подтверждением бычьего рынка. Это зона, за которой я слежу очень внимательно, потому что когда это переключается на синее или даже зеленое, это может быть сигналом того, что бычий рынок закончился. Или мы можем оказаться в середине бычьего рынка, поэтому для этого подтверждения нужно смотреть и на другие индикаторы так же. В общем, все сейчас выглядит хорошо, и, конечно, это же справедливо, если мы посмотрим на биткоины, находящиеся в прибыли. Здесь у нас исторический максимум, когда все в прибыли. Это продолжится еще несколько месяцев, если история нам хоть что-то подсказывает. В общем, окей, пожалуйста, подпишитесь на этот канал и на канал ребят CryptoComments, это очень нам сильно помогает. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok